друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.ua меня зовут александр у нас сегодня на обзоре новинка от компании zte zte v5 pro моделька новая выполнена на базе восьмиядерного процессора snapdragon 615 здесь 2 гига оперативки 16 встроенных поддерживает модель сканер отпечатков пальцев есть такая функция вот такой вот тоненький аккуратненький корпус как всегда сейчас мода вот на вот эти вот дурацкие рамки которых не видно в принципе вот так вот когда мы держим смартфон в выключенном состоянии и которые будут сразу же видны во включенном виде вот такая мода сейчас на эти смартфоны поставляется модель вот в такой вот коробки аккуратная белая коробка от компании zte ничего особенного в комплектации здесь у нас есть шнурок usb обычный есть зарядка зарядка у нас идет на полтора ампера и документация от производителя вместе с пленкой пока что никаких стекол никаких чехлов бамперов комплекте вместе с телефоном не поставляется но эта модель выпущена вот в линейке той конкуренции которая сейчас есть это леново к 3 not это meizu m2 not это elephone p8 p7000 это же us3 это 5 5 дюймовый дисплей это full hd это gorilla glass это 5 мегапиксельная камера спереди разговорный динамик и датчик приближения освещения камера вот спереди у нас есть три сенсорных кнопки основная кнопка подсвечивается синеньким и она служит также индикатором пропущенных событий то есть когда что-то происходит она будет мигать вот эти кнопки реализованы просто как точечки то есть выглядит все супер но вот так вот смартфон конечно выглядит очень круто и так он выглядит как было на превью в интернете когда вот эти отфотошопленные фотографии но вот так на самом деле он выглядит немножко по-другому с рамками ну как в принципе какие или фоны все модели сверху у нас второй микрофон есть разъем под наушники для наушников здесь у нас качелька качелька громкости и кнопка включения выключения реализовано все довольно таки удобно но как раз для правши для правши будет нормально здесь у нас микрофон юсб разъем от тг который поддерживает и здесь у нас слот под sim карты я не буду доставать я вам просто покажу вот этот вот рисуночек и вы все сразу поймете надеюсь это это видно но если не видно то сделаю вот так в этом смартфоне поддерживает он 2 sim карты 2 наносимки и второй слот 2 симка может меняться с картой памяти то есть также как реализовано это во всех современных моделях типа meizu м2 нот и так далее либо 2 наносимки либо 1 наносимка плюс micro sd карточка плюс ко всему эта модель поддерживает 2g 3g сзади у нас вот такая вот панелька есть у нас 13 мегапиксельная неплохая камера я бы даже сказал хорошая сканер отпечатков пальцев и вот такая вот крышка сложно сказать из чего выполнена крышка но вроде бы это алюминий на ощупь очень приятно и вроде бы не марк начнем обзор начнем с технических характеристик в программке antutu набирает эта модель немного баллов когда 30 когда 31 когда 32 тысячи баллов давайте посмотрим по железу модель называется zte v5 pro это в народе скажем так такое название чтобы было проще на самом деле называется маркировка zte n939 st поставляется с завода эта модель с мультиязычной прошивкой 5.1 android snapdragon 615 adreno 405 графический ускоритель в этом процессоре здесь full hd 13 мегапиксельная камера 2 гига оперативки 16 встроенных этот процессор он 64 битный он нового стандарта и частота его работы максимальная по 1.5 гигагерц мультитач здесь 10 точечный принципе стандарт для современных смартфонов камера на 13 мегапикселей фронталка на 5 мегапикселей из технических особенностей из возможности этого смартфона стоит отметить что он имеет вот такой вот скайлер отпечатков пальцев и также моделька поддерживает оттк разъем то есть можно подключить флешку мышку клавиатуру расскажу немножко о экране всегда у zte у любых у бюджетных моделей у дорогих ну реально классные экраны здесь тоже экран очень классный мне нравятся его углы обзора как вот он со стороны смотрится по диагонали как и любой другой смартфон немножко картинка уходит немножко там меняются цвета немножко серее светлее становится ну это ничего страшного в целом по экрану я доволен очень достойный экран как по мне хватает яркости запаса яркости хватает всех вот этих вот моментов поэтому нареканий принципе на экран у меня нет и быть не может звучание смартфона меня порадовало звучит он хорошо и внешне динамик располагается вот здесь и во время разговора разговорный динамик микрофон и в наушниках тоже тестировал есть басы и басов довольно таки много в принципе я бы слушал на смартфоне музыку однозначно теперь о печальном о печальном это то что эта модель является новинкой от компании zte и как любая другая новинка у нее всегда есть проблемы с прошивками у zte нет нормальных изначально полноценных прошивок официальных все прошивки которые потом уже выходят кастомные какие-то образы на базе чего-то там они да они появляются со временем тем более если модель входит в массы если модель становится популярной и адекватной по цене но на данный момент это довольно таки много английского языка и в принципе во всех настройках есть русский во всех в основных номеронабиратели так далее все везде есть на русском то есть в этом плане все в порядке но вот в настройках допустим вот есть вот такие вот менюшки где полностью все реализовано на английском в настройках вот центр уведомлений тоже все настроено на английском в сканере отпечатков пальцев тоже все настройки все на английском насколько это плохо но в принципе как бы такая практика существует и ничего плохого такого супер плохого в этом нет прошивка стоит вот такая но хотелось бы конечно полноценный русский язык и это будет реализовано я уверен модель очень интересная как по мне это будет реализовано но в ближайшем будущем когда эта модель войдет массы если продавец если компания сделать нормальную цену на это так потому что пока что цена довольно таки высокая покупался этот смартфон примерно 160 долларов но сейчас акции нет и цена в китае там что-то в районе 175 ну я считаю что с такими конкурентами это дороговато об этом расскажу в конце ролика свое мнение об этом смартфоне в целом игры с этими с этим процессором snapdragon 615 принципе запускается все отлично покажу только асфальт 8 этого будет достаточно для понимания производительности этой модели стоит сказать что допустим аналогичный процессор мтк 6753 с такой же частотой работает в том же мейзо м2 ноты в этих всех игрушках он подлагивает потому что у него другой графический ускоритель и графический ускоритель так такой средненький очень средненький в этом процессоре все сбалансировано он и не показывает рекордных цифр допустим в antutu но и с производительностью все на достойном уровне можно будет поиграть в любые современные игры и все у вас будет отлично будете наслаждаться давайте смотреть поэтому с играми никаких проблем в этом смартфоне не будет процессор достойный и можно смело играться я тестировал аккумулятор аккумулятор в этом смартфоне пробовал тестировать через программку antutu tester по стандарту но ничего мне не получилось потому что всплывали какие-то вечно уведомления и на том моменте когда эта программа начинала тестировать видео почему-то процесс тестирования выключался то есть нет никакого никакой проблемы с воспроизведением видео в этом смартфоне youtube работает все отлично но вот именно по этой программке по antutu tester но были какие-то нюансы я тест провести не смог из тех скриншотов которые я сделал в плане автономности это был тест автономности в ютубе с видео с музыкой с максимальной яркостью экрана и плюс вай фай в этом режиме смартфон у меня продержался ну довольно таки долго кстати продержался в районе шести часов ну шести до примерно пять чуть больше пяти часов я считаю что это довольно таки неплохой показатель к сожалению смартфон у меня на очень непродолжительное время был и есть пока что поэтому в эпик цитадель в antutu тестере попробовать еще раз у меня не было возможности судя из этого теста могу сказать что вот этот трехтысячный аккумулятор несъемный который внутри под крышкой это довольно таки неплохой аккумулятор и смартфон даже с сырой прошивкой до которая есть на сегодняшний день над данный момент этот аккумулятор с этой прошивкой работает отлично поэтому тоже плюс производитель без также тестировал к моему огромному удивлению пока что gps практически не работает в этой модели вот что у меня получилось по тесту то есть что мы видим мы видим что его карта прогружена то есть смартфон видит расположение спутников в небе но коннектится быстро по крайней мере только к одному я на сто процентов уверен что это дело в прошивке и либо в каких-то настройках по gps у потому что ну ни разу за все время что я юзаю допустим какие-то либо самсунги на snapdragon ну на qualcomm ни разу этот процессор не подводил в плане gps в этой модели я очень удивлен такая проблема есть но я более чем уверен что эта проблема с программным обеспечением данной модели теперь хотелось бы сказать пару слов о сканере отпечатков пальцев потому что начали его пихать практически во все модели не знают для чего а тем более в этом месте ну как бы я уже высказывал свое мнение в прошлых обзорах по этому поводу те кто видел окей можете перри перемотать те кто не видел скажу еще раз сканер отпечатков пальцев вот в этом месте это крайне неудобное решение он здесь попросту не нужен и он будет в этом смартфоне как и в любом другом в котором он расположен в этом месте ровно как такая фишка которую можно рассказать друзьям вот смотрите у меня есть сканер отпечатков пальцев смартфона из китайцев насколько я знаю насколько я помню единственно нормальное решение восстановление этого сканер отпечатков пальцев это meizu mx 5 когда он встроен в механическую кнопку смартфона в этом месте то есть вы нажимаете в таком состоянии смартфон в выключенном состоянии нажимаете ее и сразу же автоматический смартфон вам разблокируется смотрите что нужно сделать чтобы разблокировать эту модель у меня запрограммирован сканер отпечатков пальцев на вот этот вот палец вот как я его не нажимаю смартфон не будет просыпаться для того чтобы его разблокировать нужно сначала нажать кнопку и потом и потом поднести свой палец в общем в этом месте он крайне неудобен я сейчас сделаю еще одну настройку дабы продемонстрировать все таки работу этого сканера удаляя настройку и активирую во первых этот сканер на него не нужно вот так вот проводить можно просто вот так вот касаться со всех сторон и работает он четко он считывает информацию довольно таки быстро и отлично работает вот что-то сбилось видимо по настройкам вот сканер работает отлично в этой модели зависимости от того как вы там отсканировали свой палец но если нормально предки прикладывать палец вот сканер работает отлично но в этом месте он не нужен и от того что есть в этом смартфоне сканер отпечатков пальцев ну не холодно не жарко честное слово сделали бы вы его сюда это было бы очень круто и тогда возможно это бы был плюс этого смартфона так это просто особенность но сканер отпечатков пальцев заявляю работает отлично не нужно его проводить вот так вот или там как-то еще просто прикладываете палец он срабатывает камера у нас на 13 мегапикселей основная и на 5 мегапикселей фронтальная опять же по настройкам камеры вот благодаря нашей отличной прошивке есть куча английского языка ну и нужно как бы уже разбираться понимать вот есть такие настройки вот можно выбрать 13 мегапикселей можно выбрать full hd в целом камера снимает довольно таки неплохо для недорогого бюджетного устройства мне понравилось качество и вспышка нормальная и видео записывает естественно формате full hd ну по качеству мне лично камера понравилась вполне такое качество при не особо хорошем освещении и так далее в целом все в моих руках zte v5 pro какие выводы могу сделать про этот смартфон это стандартный типичный смартфон новинка от компании zte это сырая прошивка это есть некоторых местах английский язык и английского языка довольно таки много это баги в работе gps gps очень слабенько работает возможно если выйти в открытое небо в поле и взять включить gps то возможно он словит больше спутников но к сожалению меня такой возможности не было и странность еще заключается в том что он ловит один спутник и он его уже сразу вот цепляется за него и вроде бы gps уже включается ну странно обычно для gps навигации нужно как минимум три спутника стоит цена эта модель очень конкурентна в плане того что она дает технические характеристики интересные она выпущена в таком размере конкурентном но очень много и у нее конкурентов и поэтому пока цена не будет нормальной пока эта модель не войдет в массовую продажу например как это есть сейчас с моделью zte v5 это буквально один из лучших смартфонов по цене до 3000 гривен сейчас из наличия в украине вот если эта модель войдет в массовое производство и снизит производитель цену и будет цена там 120 130 баксов вот тогда это будет классный аппарат и ребята умельцы в украине в россии доведут прошивку сделают прошивку кастомную и все будет отлично в плане прошивки у этого смартфона но на данный момент я считаю что модель дорогая и есть время подождать и возможно через два три месяца может быть и через 12 будет уже такой интересный гаджет который возможно подешевеет а дешеветь они будут потому что новинки всегда очень дорого продают вот тогда я буду держать в руках один из лучших возможно смартфонов в данном размере и в данной цене которая будет тогда на него на этом все это ev5 pro интересный вариант своеобразный на snapdragon 615 не на дешевом мтк процессоре snapdragon и qualcomm они подороже идут ну и как всегда вот эти вот рамки нас преследуют не делают смартфон безрамочный ну видимо видимо сейчас вот делать вот именно так так модно на этом все спасибо за внимание оставайтесь со мной оставайтесь нашим каналом заходите к нам в интернет магазин antilife.com.ua заходите к нам в группу подписывайтесь в общем стараемся добавлять что-то интересненькое ну и конечно же можно зайти в интернет в магазин и приобрести смартфон своей мечты в украине спасибо всего доброго